всем привет с вами я вадим седом представляю вам игру love moving simulator вы уже поняли по картинкам это симулятор газонокосилок я не знаю что это за игра ну то есть я еще ее не открывал надо как бы он бокс открытие игр и у нас сразу же сдать новую карьеру предлагают я быстренько по настройкам сейчас пройдусь музыка окружения эффектов чуть снизим не знаю как будет вообще громкость музыки в меню ну да звуковые уведомления режим динамиков стерео так в общем то все тут понятно понятно тут ускорение тормоз смена камеры запас двигателя опустить деку кьюм дроссель ти изменить высоту среза взаимодействие ворот мыши и движение камера мышь бег shift control with profile спрос камера запуск двигателя запуск лезвия z камера тормоз задней ускорения взаимодействие в сменить высоту есси есси ти 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 и ай трех дроссель блин как то вообще в общем ладно что ж мы начинаем карьеру конечно режим испытаний режим испытаний тебе нужно будет проходить испытания трех типов ограничен по времени окей но мы не будем режим свободного стрижки тоже нет и в общем карьеру играть с обучением пропустить давайте с обучением в этом режиме ты создаешь собственную компанию по стрижке газонов развиваешь ее и зарабатываешь репутацию расширяя компанию ты сможешь нанимать сотрудников покупать новые косилки и открывать новые контракты но сначала для твоей компании необходимо выбрать название логотип и форменную одежку окей форменная одежда кинь 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 название владим сена где это инк инк так точно логотип 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 тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю и все да Вот этот логотип, изменить игрока, на этом экране можно настроить внешний вид аватар в игре, пишу имя игрока, будешь Вадим Сеном, Вадим Сеном, Чауш, так аватар игрокам. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. А вот этот вот сменить кепку красную, желтую, черную, все черную, хорошо, закончить, вместо логотипа, хорошо, вауч, ты понял, цвет униформен. Ну все таки серый. Зеленый, синий, желтый, нормально, закончить. Да, все. Начать игру, устраиваем настройки, кампании, нажми принять, чтобы начать или нет. Хорошо, теперь у тебя есть кампании, чтобы начать стричь, осталось, купить первую газонокосилку. Выбери косилку из списка ниже и возьми ее на тест-драйв. Окей. Дека с травосборником. Эта косилка оборудована декой с травосборником. Это означает, что застриженная трава будет затягиваться в контейнер. Если не перегружать двигатель и вовремя опораживать контейнер после стрижки, не будет оставаться обрезков. Окей. Мульчирующая дека. Эта косилка оборудована мульчирующей декой. Это означает, что состриженная трава будет измельчаться и ее не будет видно. Если не перегружать двигатель после стрижки, не будет оставаться обрезков. При перегрузке деки не будет хватать мощности, чтобы сострижить всю траву. Восемьдесят четыре. Шесть пять. Объем бензопака. Шесть литров. Максимально пять и пять. Ну, тут, конечно, свои. Правда, я не знаю. Давай. РТС драйв. Устроить РТС драйв. Стигай стоит. Совет. Режим ГРМ можно улучшать штаб. Добавлять отсеки для косилки. Или даже купить новый штаб с большим числом отсеков для новой техники. Прикольно. Сейчас посмотрим, что здесь. И я тут, конечно, не совсем понял. В общем, сейчас попробуем. Сейчас все у нас получится. Давайте, включайте. Я уже готов на газонокосилку. Зона тест драйва. Режим ГРМ здесь. Ты можешь попробовать. Опробовать конкретную косилку в условиях, приближенных к реальному контракту. Подойди к косилке, чтобы сесть на нее. Для перемещения использую WACD, а для просмотра мышку. В общем, я понял. Серьезно? Тут даже на прицепе она. Сесть в косилку. Сев на косилку, тебе нужно запустить ее и выехать на газон. Разные косилки заводятся по-разному, чтобы начать следующую инструкцию в нижней части экрана. Когда ты заведешь косилку и освоишься на ней заезжать на газон, начинай косить. Ок. Сет. Сет. Использую A и T, чтобы изменить положение дросселя. Ай, ай, ай. Использую A, чтобы изменить высоту среза. На газоне тебе нужно подготовить деку с первого а устанавливаю высоту среза, затем включив режущую лезвие. Лезвие можно включать только на газоне. Иначе ты победишь и есть, не снижешь эти стрижки. Использую A и T, чтобы изменить высоту. Пять. Включить или отключить режим лезвия. Выполняя контракт, тебе нужно подстригать траву до определенной высоты. Для каждого контракта указывает своя высота среза. Снимите всю срез в диаметре от 5 до 6. Подстриги 20%. Во время стрижки ты можешь отслеживать прогресс с помощью шкалы в правом верхнем углу. Шкала прогресса показывает сколько от необходимости количество уже подстрижено. Скошенная на правильной высоте трава заполняет шкалу белым цветом. Слишком коротко, подстрижена трава красная. Хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок 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 Идем. Включитель отключить. Да, конечно, это вообще капец. Идем к другу же штыки. А где вот эту арку? Идем. 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 Работа подстает. Идем. 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 Лучше видно, что ты делаешь. И как вырезает. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После завершения тест-драйв ты можешь приобрести косилку или взять на тест-драйв другую косилку. Окей. Купить Stigo Estate 286... да... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Окей И косилка тут тоже Чтобы выполнить контракт на него нужно назначить косилку В данный момент у тебя только одна косилка Но по мере роста компании ты будешь получать больше денег и сможешь купить еще Выделить косилку, а затем подтвердить контракт там Теперь на контракт назначены сотрудники косилка так что его можно подтвердить Подтвердив контракт с выбранным сотрудником и косилкой ты можешь приступить к его выполнению Наконец-то мы погнали Поехали В общем первый контракт 300 фунтов Ну это так В долларах приблизительно 600 баксов Приблизительно Просто я не знаю точно сейчас какой курс фунта в доллар Или доллар к фунту Сад перед домом. Коттедж укромный действительно клумбов много все можно начинать это проверки земли в начале каждого контракта у тебя есть некоторое время чтобы найти и убрать с газона любые предметы которые могут быть повреждены или сами могут повредить косилку. Ты можешь пропустить проверку земли и автоматически удалить предмет, сев на косилку. Но в этом случае ты не заработаешь деньги и очки репутации. Окей, хорошо. А, это сюда. Тут вроде ничего такого не не нахожу. О, вот, есть тут что-то. Ф, подобрать предмет. Предметов пять. Все. Точно тут ничего нет? Ух, тут блин. Работа у меня, конечно. Ух. Да, смотрите, какая машина. Классная машина, правда? Хе-хе. Бежать. Да. Земля проверена и пора начинать стрижку травы. Запустить косилку и выезжать на газон, чтобы начать ее. Окей, хорошо. Качество твоей работы во время стрижки влияет на то, на то, сколько денег и опытом очков репутации ты получишь за выполнение контракта. Тебе нужно найти баланс между скоростью и аккуратным вождением. Нельзя побеждать цветы и почву. Но стрижь надо быстро, чтобы заработать бонус за время. Окей. Да, наверное, так. Спустя, чтобы изменить 80 ум и оси. Так вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 После завершения, скажите, тебе нужно вернуться на прицеп, чтобы покинуть место. Если на траве пинке или плумбах остаться скошенной травой, ты его берешь, чтобы держать штраф. Что здесь осталось? Поехали! Интересно, а за вот эту траву скошенную мы что-то будем получать? Ну, да, почву мы повредили. Сейчас посмотрим, какой результат. Где почву? Я не думал, что тут можно повредить почву. Газанка сбоковая выгрузка, планируемое управление, стыжка, чтобы не оставлять обрезки травы на дорожках, иначе тебя оштрафуют. Сейчас посмотрим, что мне там приписали. Итак, стоимость 310 фунтов. Бонус за время проверки земли 5.63. Гонорар за проверку земли 20 фунтов. Бонус за время стрижки 13.58. Полученные ценности 0. Штраф 1 фунт. Столкновение 50 пеней. Повреждение после чего 59 пеней. Топливо. Лезвие. Двигатель. Да уж. Отлично. Далее. Гараж для казана-косилок. Гараж для казана-косилок. Гараж для казана-косилок. Здесь можно чинить поврежденные косилки. Просматривать статистику. Покупать навесное оборудование. Покупать новые косилки. Или сдавать старые в зачет оплаты. Для начала выберите имеющуюся у тебя косилку для слушания. Окей. Итак, у нас 1199 фунтов. На этом экране показана вся информация, необходимая для отслеживания работы и состояния твоих косилок. Давай обслужим косилку и подготовим ее к следующему контракту, нажав кнопку техническое обслуживание. Косилку надо держать ухоженно и исправными. В идеале, после выполнения каждого контракта, нужно зайти в гараж, залить топливо в бак и устранить повреждения. В левой части экрана показано состояние косилки. Если косилка требует обслуживания, займись ее сейчас, прежде чем возвращаться на карту контрактов с помощью кнопки LBRB. Окей. Так, тут целое. Двигатель нет. Лезвие. Ага. Хорошо. Очинить. Бензобак. Ага. Все править. Отлично. Это нам трогать не надо, потому что там все нормально. Хорошо. Понятно. Ага. Все остальное нам не надо. У нас новый контракт, но этот контракт мы будем делать в следующей серии. Всем спасибо за внимание. До скорого. Увидимся всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok